Продолжение следует... 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 И подготовили специальное заявление, связанное с тем, что возвращение в лихие 90-е, провозглашая Ельцин-центр, это не счастье для страны, это не памятник, а это памятник национальному предательству. Мы подготовили еще раз вернуть заявление, где мы говорили покончить с антисоветизмом, значит, безоружить противников России. Я считаю, это будет главная тема в новом году. И бюджет не может быть такой принят, он может быть не 16 триллионов, а 25. Есть пакет законов, который позволяет это сделать. Мы показали, мы провели в этом году земля талантов, дети из небеспеченных семей, которые выступили, мы их всех поддержали. И в 7 тысячах школ провели наше знамя победы, знамя гордости и достоинства. Кстати, учащийся прекрасно отзывается об этом. Ну и в этом году мы стали победителем по мини-футболу. Наша команда и наша команда являются на сегодня лучшим в стране. Мы выпустили специальное новое оружие глобалистов, что позволяет глубоко осмыслить эту проблему и не допустить нового нашествия. В целом, наша команда подводит итоги с достоинством и готова активно работать в следующем году. Год будет для нас всех во многом переломным, но исключительно важно качественно подготовиться и к думским выборам. Уважаемые коллеги, завершается год, значение которого многие осознают чуть позже. Этот год самым серьезным образом приблизил нашу страну к разрешению очень важной дилеммы. Теперь уже можно с уверенностью говорить о том, что длительное сосуществование патриотических настроений в обществе с проводимой властями новолиберальной социально-экономической политикой невозможно. Эта конструкция не может долго существовать, она не жизнеспособна, нельзя длительное время скрывать за патриотической риторикой разрушительный социально-экономический курс. Чтобы поддерживать ту же боеспособность армии, конечно, нужна сильная экономика. Патриотическая риторика власти может помочь создать эффективную экономику, но она не может ее заменить. Патриотическая риторика власти может помочь создать инновационный кластер российской экономики. Она может помочь создать эффективный агропромышленный комплекс, но она не может все это заменить. В том же агропромышленном комплексе, в том же сельском хозяйстве за весь год, несмотря на все разговоры про импортозамещение, рост наблюдается лишь в 3%. Это не способно решить ни одну задачу в области продовольственной безопасности, которая стоит сегодня перед нашей страной. Страна уже стоит перед выбором, как привести в соответствие народное настроение и проводимую государственную политику. И вот здесь можно сказать, пожалуй, о главном, чем отмечен уходящий год. Это был год проверки права различных политических людей на лидерство. Конечно, право на национальное лидерство определяется созвучием тех идей, которые партия выдвигает, идеям, чаяниям, настроениям, запросам своих народов. 9 мая, как вы помните, по всей стране прокатилась акция «Бессмертный полк». Она показала, что наш народ решительно отвергает попытки чернить прошлое. Наш народ жаждет гордиться историей своей, достижениями своих отцов и дедов, свершениями советской эпохи. Это именно та идея, которую КПРФ и ее лидер несли все эти годы. Даже тогда, когда в 90-е годы патриотизм душился и высмеивался, мы своих подходов не меняли. Мы остаемся верны себе и в этом году. В частности, провели в мае очень важную международную встречу демократических организаций. В сентябре вместе с ЦК Компартии Китая в Хабаровской отметили 70 лет разгрома милитаристской Японии. Наступили времена, когда массовые настроения игнорировать действительно невозможно, когда каждая крупная партия в России радеет за патриотизм, по крайней мере, на словах. Но что на деле? Еще в начале года Геннадий Андреевич выступил с этим заявлением, оно только что было упомянуто. Покончить с антисоветизмом, обезоружить противников России. В нем была наглядно показана разрушительная роль антисоветчиков-русофобов в современной России. Прав ли был Зюганов, обращаясь с этим письмом, или, может быть, 70 лет победы советского народа в Великой Отечественной войне, все-таки выразумели многих чиновников и многих российских политиков. Увы, оказалось, что Зюганов был прав. Начиная с августа месяца мы имеем дело с очередным видком антисоветизма. Это целая серия инициатив. 15 августа Медведев подписывает концепцию вековечения памяти жертв политической репрессии. Дальше пошло по возрастающей. Целая очереда законодательных инициатив. Не допустить реабилитации сталинизма, запретить, наказывать, учредить день памяти династии Романовых, назначить с какого-то перепугу этот день на 7 ноября и так далее. В последние недели ко всему этому добавилось и помпезное открытие Ельцин-центра, и попытка переименовать станцию Войковская в Москве. И опять-таки именно позиция КПРФ и ее лидера во всех этих вопросах оказалась созвучна самым широким, самым массовым народным настроением. Как вы знаете, голосование по Войковской на специальном портале активный гражданин продемонстрировало, что люди демонстрируют власти, объясняют власти, хватит бороться с советским прошлым, тем более, что фигура Войкова для этого как мишень была выбрана крайне неудачно. Попытка оболгать этого человека не нашла отклика в сердцах москвичей и граждан страны в целом. КПРФ вновь прошла в этом вопросе проверку на политическое лидерство, а вот другие многие не прошли. С самого начала 90-х годов Геннадий Андреевич со всех трибун объяснял, что все вот эти вздохи, ахи о том, что у России не осталось врагов, это даже не заблуждение, это вообще говоря вредительство и провокация против страны. Оно безоруживает нас перед внешними угрозами. И вот наступили сегодня времена, когда, ясно это, почти уже всем власти пришлось обратить внимание и на перевооружение армии, но многое упущено, ведь и развал 90-х, и Сюрдюковщина, все это дорого вооруженным силам обошлось. Почему у нынешней власти возникает вопрос, появилась наконец возможность говорить о самостоятельной внешней политике? Да потому, что на это есть запрос общества, и власть на него отвечать не может. Но ведь это тот самый запрос, о котором всегда напоминал Геннадий Андреевич при всей возможности, при любой общественной дискуссии. И сегодня с ним согласны почти все, но право на политическое лидерство опять-таки остается здесь за КПРФ, ведь это наша партия проявляет последовательность в этих вопросах, это Зюганов не раз предлагал признать Донецкую и Луганскую Народную Республику, эта фракция КПРФ в Государственной Думе предлагала и настаивала на том, чтобы провести расследование деятельности Сюрдюкова, как при этом ведут себя наши оппоненты. Тот же Сюрдюков и сегодня, как вы знаете, чувствует себя весьма неплохо. Право политической силы на лидерство проверяется и качеством ее аналитической и исследовательской работы, прогнозной деятельности. Вот у вас в папках, которые возданы, есть материал, Геннадий еще показывал, брошюра «Новое оружие глобалистов». Дело в том, что это та тема, о которой с какого-то момента заговорили все многочисленные российские аналитики. Это та проблема, когда Соединенные Штаты пытаются втянуть еще больше в орбиту своих экономических интересов и Европу, и многие страны Юго-Восточной Азии. Но только ведь Зюганов сказал об этих проблемах первым, и первым расшифровал, к чему все это может привести. Поэтому и в этих вопросах КПРФ демонстрирует свое право на политическое лидерство. Важным инструментом партии за последнее время в ее исследовательской деятельности стал телеканал КПРФ «Красная линия». Мы многие вопросы проработали за это время. Мы очень активно занимаемся уже многие годы темой народных предприятий. Вот целых четыре фильма, которые рассказывают об этих народных предприятиях. «Родной земли хранители», «Формула Грудинина» и целый ряд других. Мы сняли об опыте Белоруссии. Пять фильмов очень интересные. Здесь и про село, и про промышленность, и про патриотическое воспитание, и про многие другие вещи, которым Россия могла бы поучиться. Мы за это время показали опыт Китая. Вот два специальных фильма на эту тему. Этот опыт можно использовать и в России. Участвуя в политических дискуссиях, мы объясняем, что попытка разжигать антисоветчину – крайне вредная вещь. Фильм на эту тему «Слепые вожди слепых» сегодня набирает очень большое количество просмотров в интернете. Мы рассказали о помощи Новороссии. Специальный репортаж порядковый 40-й тоже пользуется достаточно большой популярностью в интернет-аудитории. Все это реальная работа, которая подкрепляет нашу программу. У Зюганова и его сторонников никогда не было необходимости перелицовываться. Сейчас, когда мы начали работу над проектом своей предвыборной программы на 2016 год, мы, естественно, подняли документы предыдущих избирательных компаний, и мы видим, что они в своей основе актуальны и сегодня. Нам нетрудно будет вновь сформулировать свои предвыборные идеи, начиная с главной, одной из главных – национализации. Естественно, мы насытим предвыборные материалы новыми наработками, новыми подходами. Мы подкрепим это поединением Пленума Центрального комитета партии по теме народных предприятий. Он уже готовится. Мы проработаем свои предложения на экономическом форуме в Орле, он тоже уже готовится. Мы обсудим их на предстоящем съезде рабочих, он пройдет в будущее весной. Мы отшлифуем наши идеи на втором Всероссийском съезде депутатов КПРФ всех уровней. И, конечно же, мы усилим целым рядом законопроектов, в том числе законопроектом закона об образовании. Одновременно мы развернем подготовку к 100-летию Великого Октября, она уже началась. Мы продолжим борьбу с антисоветизмом, будем защищать честное имя наших товарищей, в том числе таких, как Антули Евгеньевич Локоть и Сергей Евгеньевич Левченко. Они честно выиграли выборы, они честно трудятся, но они оказываются виноваты в том, что представляют не единую Россию, а КПРФ на своих должностях. Для партии 2015 год оказался годом, когда мы очень серьезно продвинулись по пути выполнения решений своего 15-го съезда. Два очень важных проекта, на мой взгляд, реализуются благодаря поддержке лидера партии. Это подготовка кадров, был создан Центр политической учебы, сейчас у нас проходит обучение 16-й поток, и мы таким образом перешли за полтысячи подготовленных молодых ребят из разных уголков страны. Телеканал «Красная линия» из интернет-телевидения за последние полгода превратился в кабельное телевидение, и смотреть его программу может уже несколько миллионов человек. Итак, вот в качестве вывода своего я бы хотел сказать, что уходящий год приблизил нас к тому моменту, когда стране предстоит делать исключительно важный, ответственный исторический выбор. Приближается тот рубеж, когда необходимость вывода России из кризиса потребует особой политической силы. Это будет сила, лидеры которой обладают колоссальным политическим опытом, отличаются дальновидностью и взвешенностью своих подходов, которые лишены того интеллектуального и профессионального бессилия, что так часто демонстрируют даже самые крупные правительственные чиновники современной России. Это будет сила, во главе которой стоит лидер, гарантирующий возможность вырастить рядом с ним целые плеяди новых молодых политиков, причем тех политиков, которые не только громко кричат, а которые думают, умеют работать, относятся к окружающему не конъюнктуру, не шкурно, не популистски. Я такую партию знаю, я выбрал ее для себя четверть века уже почти назад, и это та партия, которая, на мой взгляд, в выходящем 2016 году действительно подтвердила свое право на политическое лидерство. Уважаемые коллеги, мы вам всем, Геннадий Андреевич, анонсировали созидательная повестка дня КПРФ. 2016 год – это год выборов в Государственную Думу, и партия акцентирует именно созидательный характер своей программы, своей деятельности. Созидательная повестка дня КПРФ – это то, что мы предлагаем обществу, и то, что мы будем развивать на тех форумах, которые уже анонсировал и Геннадий Андреевич, и Дмитрий Георгиевич. Речь идет о съезде рабочих, речь идет о Барловском экономическом форуме, речь идет о съезде депутатов всех уровней, и предположительно готовится общенациональное голосование, сбор подписей по ключевым темам повестки, национальной повестки дня, но типа референдум – это одно из решений нашего последнего пленума. Так вот, что партия не только предлагает, но уже облекла в законопроекты. Вот здесь вот перечислены все законопроекты, но не все, а ключевые, на которых мы настаиваем. Первое. У нас Геннадий Андреевич выступал в Думе, когда представлял бюджет, альтернативный подход к формированию бюджета. Мы предложили правительству новые нефтегазовые источники доходов, которые партия власти не желает мобилизовывать, потому что понятно, что вот эти вот несколько десятков семей и кланов упырей, они тогда вынуждены будут нести тяготы преодоления кризиса наравне со всеми гражданами. К сожалению, пока не удается продвинуть эти идеи, но я назову это, начиная от прогрессивной шкалы налогообложения, вкончая реальной борьбой с коррупцией. Речь идет о нашем законопроекте, как теперь модно говорить, имплементации 20-й статьи Конвенции ООН в УПК и в Уголовный кодекс. К сожалению, проект наш лежит без движения в Государственной Думе. И вот это увеличение, по сути дела удвоение бюджета, Геннадий Ильич называл цифру 6-7 до 10 триллионов рублей, позволит решить ключевую задачу. Три пятерки. 5% на здравоохранение ВВП, 5% на образование, 5% на национальную экономику. То есть не кубышки, которые за счет пенсионеров организовывают нынешнее правительство в полтриллиона, а реальные средства на развитие национальной экономики. И ключевая законодательная инициатива, которая будет обсуждаться фракцией в следующем году, ориентировочно в феврале, это круглый стол по экономическим законопроектам. И в частности, наш законопроект о первоочередных мерах по стабилизации социально-экономической ситуации и переходе к государственному планированию. Он внесен, идет обсуждение его. Я думаю, что здесь мы предложим свои собственные наработки, которые позволят проводить альтернативную экономическую политику. Чем ниже цена на нефть, тем выше востребованность идей КПРФ. Вот, по крайней мере, к сожалению, в тучные годы думали, что за счет власти и либералы, что они решат все проблемы, ничего подобного. Вот сейчас наступает время экономических идей и созидательных предложений КПРФ. Напомню, что кроме прогрессивной шкалы налогообложения, нами внесен законопроект о поправке закона о валютном регулировании и валютном контроле. Идеи, которые правительство Примакова и Маслюкова применяло в 1998 году, в виде ограничения и жесткое государственное валютное регулирование, тогда спасли страну. Опять пришло время применения этих идей. В условиях кризиса, когда мы говорим, откуда взять деньги, необходимо срочно решать задачи выживания граждан. И здесь наша фракция тоже проработала и внесла в Государственную Думу целый пакет законопроектов. Мы будем настаивать на их обсуждении в общенациональных дискуссиях. Прежде всего, это доведение МРОД до прожиточного уровня минимума. Не должно быть так, что у нас даже, скажем так, фиктивный этот самый прожиточный минимум 10 тысяч рублей, который определяется, а МРОД у нас на уровне 6 тысяч. Но это безобразие, это беззаконие, это аморально, и партия не может с этим смириться. Это безответственно перед миллионами граждан, которые живут даже ниже вот этого нереально официально установленного прожиточного минимума. О детях войны. В условиях, когда нам рассказывают о том, что какие средства тратятся на банки, 120 миллиардов рублей на поддержку самой незаслуженной, самой уязвленной категории граждан, дети войны, вполне находимой, вполне реализуемой. И здесь наше требование, оно на том, что государство обязано набросить удавку на аппетиты ритейлеров и так называемых всех перекупщиков, которые абсолютно бесконтрольны. Их лобби даже нагинает Единую Россию вместе с правительством. Вы же напомните, что какой-то там небольшой законопроект, не стоя Единой России по контролю над торговыми сетями, и то в первом чтении принято, и дальше все. О, значит, заблокировано рассмотрение этого законопроекта в Государственной Думе. Насколько мощна вот эта вот международная лоббистская структура, которая не желает делиться своими сверхприбылими за счет ограбления граждан. Ну и, естественно, мы настаиваем на том, чтобы санкционная продукция, которая не уничтожалась, этот законопроект тоже внесен, а передавалась малоимущим. К сожалению, почему-то этот законопроект заморожен, хотя давно бы мог быть принят в Государственной Думе. Мы против так называемых поборов и квазиналогов. Здесь не только речь идет о Платоне, пресловутом. Кстати, не устает партия отвечать, кто-то забросил в СМИ, что якобы коммунисты голосовали за вот эти вот налоги, ничего подобного. Всем вот посмотреть базу голосования Думы, партия не принимала и не голосовала за вот эти законы, на основании которых сейчас вводится Платон. Но кому-то выгодно бросить, что, мол, коммунисты здесь виноваты. Ну, видимо, тех, у кого рыльца в пушку. Значит, мы внесли два законопроекта, которые предполагают замораживание этой системы. И следующий квазисбор – это законопроект о новом порядке финансирования капитального ремонта, который предполагает систему 85% государства. И, кстати, в наших предложениях по бюджету определены источники для вот этой статьи на поддержку ЖКХ. 15% только гражданин – новый собственник. Причем здесь ключевой вопрос. С каждым домом, с каждым при капитальном ремонте заключается соответствующий договор, где определяется конкретный период и перечень работ. И в то в течение не больше пяти лет. Вот в течение пяти лет тогда вы платите свою часть со финансирования капитального ремонта. Этот законопроект тоже внесен, готов, к нами проработан. Антиростовщическое законодательство. Мы получаем большую благодарность уже десятков, сотен граждан, которые воспользовались нашим калькулятором, нашей программой для борьбы с ростовщиками. Мы не только внесли предложение о кредитной амнистии, ну что, ну это безобразие, 2 миллиона граждан взяли под 730% годовых кредиты. Это что же за мухлёж, за что за халтура, и почему государство позволяет этим ростовщикам проводить такую политику. Это запредельные нормы прибыли у наших банкиров. Так вот, помимо кредитной амнистии мы составили соответствующую программу, которая помогает в судах выиграть нашим гражданам, и таких примеров уже десятки, у этих самых лже-банкиров, а по сути дела ростовщиков, которые грабят наш народ. Следующий вопрос, это закон о государственном регулировании торговой деятельности, трудовые права граждан, речь идёт о том, что за работниками должна сохраняться на период приостановления работы из-за невыплаты зарплаты среднемесячная зарплата. Нас вынудило внести этот законопроект в ситуацию, когда мы организовывали забастовку в главмост строе. Оказалось, что да, если рабочий приостанавливает знак протеста работу, то ему, собственно говоря, выбить за это время среднюю зарплату невозможно. Мы настаиваем, чтобы этот законопроект был принят. И следующее, о том, что первый тариф первого разряда обеспечивал минимальный размер оплаты труда. Такого не должно быть, что в государстве, если ты получаешь по первому разряду, то ниже прожиточного минимума. И доступная бесплатная медицина. Мы внесли законопроект, и тоже будем настаивать вопросы медицины, они ключевые, о том, чтобы был принят национальный план здравоохранения, и были приняты твёрдые государственные нормативы не снижения затрат на здравоохранение. И кроме того, мы настаиваем на том, чтобы был введён мораторий на всевозможные ликвидации лечебных учреждений и здравоохранений. По закону об образовании, внесённой фракцией, показал свою актуальность. Те положения нашего законопроекта об образовании, которые были отвергнуты, сейчас и в том числе образовательное сообщество, сожалеет, что они не были приняты. И про антикоррупционное законодательство я сказал. Если мы говорим, что у нас действует 20-я статья Конвенции ООН, так будьте добры, уважаемые господа из Единой России, проголосуйте за наш законопроект, что в УПК существуют соответствующие показатели. И завершая, хочу сказать, что на выборы мы идём по итогам выборов 2015 года. Мы подтвердили статус второй политической силы и, главное, позиционной. Но мы этим не довольствуемся. Мы создали прецедент, мы совершили прорывы лидерству в городе Новосибирске и Иркутской области. И на выборы Государственной Думы будем за это бороться. В том числе за расширение зоны нашего лидерства. Вот такая созидательная повестка дня, с которой партия идёт на предстоящие выборы в Государственной Думы. Спасибо. Уважаемые товарищи, 2015 год стал годом не только серьёзного укрепления нашего авторитета и поддержки среди населения, выдвижения серьёзной антикризисной программы, но 2015 год стал годом ответа на вопросы. Кто может вывести страну из кризиса и есть ли у коммунистической партии команда и силы, которые могут реализовать эту программу? У нашей партии есть команда и есть силы, которые могут после прихода к власти в стране реализовать антикризисную программу. В рамках 2015 года в ряды коммунистической партии Российской Федерации вступило несколько десятков молодых, толковых ребят и девчонок, которые гордо несут знамя социализма в будущее. Развивается наша комсомольская и пионерская организации. Кстати, хотел бы отметить, что инициатива о проведении Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 2017 году в Российской Федерации, а также идея о возрождении Всероссийской детско-юношеской организации в рамках нашей страны, во многом исходила от лидера нашей партии Геннадия Андреевича Зюганова и Коммунистической партии Российской Федерации. Наша фракция в Государственной Думе активно билась для того, чтобы социальные расходы бюджета не были на том нищенском уровне, на котором их предлагает правительство. И нам удалось увеличить в два раза бюджет по статье «Молодёжная политика», что как раз пойдёт на развитие многих социальных молодёжных проектов. Хотелось бы сказать, что в сентябре 2015 года, несмотря на серьёзное давление со стороны власти, нам серьёзно удалось укрепить на выборах свои местные структуры. Мы выдвинули в органы муниципальной власти более 16 тысяч кандидатов, и 3,5 тысячи из них стали депутатами. Причём среди них тоже очень молодёжи. Кстати, и «Справедливая Россия», и ЛДПР, как бы их через телевизионный экран не надувала власть, проиграла нам в разы. Хотелось бы отметить, что мы имеем фракции на всех уровнях власти, начиная от местных, поселковых советов и заканчивая Государственной Думой. Эффективно работает исполнительная вертикаль КПРФ. У нас два губернатора, Потомский и Левченко, в условиях кризиса пользуются большой поддержкой населения и эффективно работают на местах. А на самом деле, мэр Новосибирска показал прекрасные результаты в развитии социально-экономического комплекса города. Но я хотел бы отметить, что у нас ещё сотни глав муниципалитетов, посёлков, городов работают, реализуя нашу программу, являясь членами КПРФ, нашими сторонниками и защищая тех избирателей, которые за них голосовали. Хотелось бы отметить, что партия сделала большой шаг по воспитанию новых молодых лидеров КПРФ, которые на протяжении уже определённого порядка лет прошли хорошую школу, хорошую школу избирательных компаний, хорошую школу протестных акций. У нас в регионах очень много талантливых ребят. Это во многом связано с той работой, которая проводится по подготовке кадров, Центр политической учёбы. Только в рамках этого лета состоялось более 40 молодёжных лагерей, на которых мы обучали ребят, готовили к новым будущим сражениям. Также хотел бы отметить, что вчера прошло крупное мероприятие, молодёжный конвент, на котором выступала молодая команда КПРФ под руководством Геннадия Андреевича Зюганова. И в такой сложной, жаркой борьбе с Единой Россией нам удалось победить, получив поддержку многих молодых ребят, а это несколько тысяч человек, кто присутствовал в этом зале. Я хотел бы особо отметить нашего первого секретаря из Республики Коми, кандидата биологических наук, Олега Михайлова, ему 28 лет. Именно наши товарищи из этой республики в 2013 году первые заявили о необходимости смены власти в этом регионе. Именно они начали сбор подписей под отставкой господина Гайзера. К сожалению, федеральные власти не услышали нас. Вот если бы они тогда услышали, прислушались к нашим мероприятиям, к нашим действиям, связанным с тем, что было возбуждено более 10 уголовных дел против глав муниципалитетов, что падали до ходу бюджета, то и та ситуация скандальная, которая сложилась в стране в связи с ситуацией в Коми, возможно, не повторилась бы. Кстати, региональная политика является одной из важнейших задач нашей партии. Посмотрите, что происходит с регионами. По итогам 9 месяцев 2015 года 12 регионов Российской Федерации оказались задолжниками более 100% от собираемых доходов внутри региона. А Республика Мордовия фактически уже два бюджета превысили связанные с задолженностью. Мы считаем, что регионы надо поддерживать и развивать. Но исходя из сокращения этих бюджетов, сокращаются и социальные программы. Геннадий Андреевич уже рассказал подробно о той социальной работе, которую мы проводим, и спортивный клуб КПРФ, и проекты «Знамя победы» и «Земля талантов». Они все рассчитаны на молодое поколение. Причем мы осуществляем эту работу на безвозмездной основе, поддерживаем тех девчонок и ребят, которые не могут обеспечить свое участие в этих мероприятиях и в спорте, и в социальной работе, потому что у них нет денег. А такого населения более 90% в нашей стране. И такую созидательную работу в рамках страны и партии мы будем дальше продолжать. Я, прежде чем к повестке международной, хотел бы напомнить в сидящем зале, вот уже целый день вчера жужжали к журнале «Тайма» о том, что там политиком года признана Меркель, госпожа, должен, Геннадий Андреевич, человек скромный, он не скажет сам, но вам, журналистам, я должен сказать, что вчера Геннадий Андреевич присудили премию «Политик года» и вручили ее в очень уважаемой компании, таких людей, как Рауль Кастро, Лукашенко. Синь Цзиньпинь, руководитель китайского государства. А из наших, там Лео Бакири, например, очень известный, уважаемый человек, Карпов Анатолий, наш общий товарищ и друг, хотя он в другой партии состоит сегодня. Полную информацию вручили и президенту Путину за борьбу с терроризмом, а мне за отстаивание социального государства, то есть социальной справедливости и сильного патриотического государства. Так что отметьте это, по результатам пресс-конференции вернусь к международной повестке дня, очень коротко. Она у нас большая, многогранная, но я должен вам сказать самую главную фабулу своего выступления, потому что мы гордимся тем, что Геннадий Ильич употребил в своем выступлении клиенты мы или партнеры для Запада. Мы всегда говорили на протяжении всех этих 25 лет, не просто так говорили, но и в своей повестке использовали. К сожалению, клиенты и политика внутренняя этому соответствовала, и в отношении, я могу вам напомнить, то, что происходило и в Думе, например, по Ливии заявление, или по Польше, по Катыни, или по афганскому транзиту, или по разоружению. Наша позиция была всегда ясна и незыблема, и мы рады, что наконец-то государство российское и нынешние власти начинает поворачивать этот руль, и мы горды тем, что наша политика послужила этому. Но что мы делали в этом году, и чем мы можем порадовать и вас здесь сидящих, что, к сожалению, так оказалось, что мы оказались сейчас в определенной изоляции в мире, в результате санкций, политики, которые проводятся по отношению к нам, со стороны Европы в частности. Но даже в Европе есть союзники, с которыми мы всегда проводили нашу работу, и мы горды тем, что это именно наши союзники. Вот как бы там ни говорили сейчас социал-демократы, но все социал-демократы, которые правят вообще-то в Европе, почти 60% правящих, они все тоже отвернулись от России. Только левые коммунистические рабочие партии, в том числе, которые представлены в Европарламенте, например, группа левых, она недавно была у нас в гостях, в гостях у Геннадия Андреевича, пригласили они его, и он поедет туда в начале следующего года. Это единственная фракция с Европарламента, которая не побоялась приехать, повстречалась с Зюгановым, повстречалась с Нарышкиным, с руководством Дома. С ними мы проводим эту работу по-прежнему, так же, как проводим ее и с парламентской ассамблеей Совета Европы, несмотря на то, что нас оттуда попросили отойти на время. Не буду заострять внимание на ПАСЭ, много об этом говорилось. Однако, хотел бы сказать особо о нашей работе с международными демократическими организациями. Уже было сказано сейчас здесь о том, что мы собирали на 70-летие, вот такую представительную делегацию. Что это такое? Вы должны просто понять, это с советских времен забыли представлять эти организации и у нас в стране. Но в мире они оказались очень ярко представлены. Это Всемирная федерация профсоюзов, это Всемирная федерация демократической молодежи, это такая же демократическая организация женщин мира, это организация юристов-демократов, это организация, которая собирает в себе борцов за мир, всемирный фонд мира так называемый. Таким образом, это организации, которые насчитывают в своих рядах не просто бюрократов каких-то европейских или мировых, но насчитывают десятки миллионов граждан, которые представлены Всемирной организацией труда, ВООН, Всемирной организацией здравоохранения и так далее. Вот мы их всех собрали, они приехали с удовольствием, поддержали нас здесь на 70-летие, провели большую конференцию. После этого они даже вот есть, я вам такой пример, может быть, для иллюстрации. 92 года одному юристу, профессора, доктора наук, юридических, американец, который был участником встречи на Эльбе, так вот он весь этот день, 9 мая, отработал у нас на конференции. Сначала на митинг сходил, потом на шествие, потом вот на эту большую акцию, помните, когда с фотографиями шли в общие все колонии, а потом еще и на банкет пришел вечером. 92 года этому юристу, несмотря на все его веселого возраста. На приятной ноте банкетной можно было бы и завершать. Да, так вот, значит, а по следующему году я могу вам только сказать в завершении своего выступления, мы планируем провести такой своего рода встречу комминтерна, совещание коммунистических рабочих партий, которое насчитывается почти 70 таких партий с разных стран мира, мы проведем в нашей стране, видим, это сделаем уже после выборов. Спасибо. Спасибо, уважаемые участники пресс-инференции. Мы сознательно, объемно, полно изложили вам итоги нашей работы и перспективы на Новый год. Нам очень важно, чтобы вы понимали, что есть реальная программа, есть довольно профессиональная команда, есть проработанные документы, над которыми мы трудимся. Есть рядовые наши члены партии, избиратели, которых мы очень уважаем и перед которыми мы регулярно отчитываемся. Поэтому рассматривайте нашу информацию и как сообщение, и как пресс-конференцию, и как отчет. И отчет не только перед вами, но и перед гражданами Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова